В музее Короткевича прошло выступление творческого дуэта «Остров». В гости коршанцам приехали поэты Сергей Леонтьев и Алина Серегина. Продолжит тему моя коллега Галина Башкова. Творческий дуэт «Остров» – относительно молодой проект. Появился он несколько лет назад. Это некая заповедная зона, где можно пообщаться, почитать стихи, послушать песни, поделиться творчеством и раскрыть душу, говорит Сергей Леонтьев. Он и Алина Серегина – участники творческого дуэта. Ездят по городам и странам с живыми концертами и выступают перед самыми разными аудиториями – от школьников до людей пожилого возраста. Мы уже выступаем не только в России, но и за границей. Нас уже приглашают на фестивали. То есть мы не ждем, пока нас найдет читатель, а идем сами ему на встречу. Я пишу стихи, песни, сам исполняю это все со сцены. Творчеством я занимаюсь уже в 12-й год. И у меня вышло два сборника стихов, три музыкальных альбома. Некоторые мои песни поет Витас, некоторые мои песни поет такая певица Рада Рай. То есть у меня творчество как бы идет по трем дорогам. Это поэзия, авторская песня и песни, которые я писал на музыку других композиторов. Это песни для эстрады, шансона. Мне всегда нравился русский язык, всегда нравились стихи. То есть я достаточно поздно начал уже сам так серьезно писать. Но то, что я всегда любил русскую литературу, поэзию – это с детства. Мне кажется, что города нас сами выбирают. Например, в Оршу мы приехали, потому что у Сережи здесь родственники, замечательные люди. Они нам помогли с организацией концерта. А вообще бывает по-разному. Мы много ездим, много выступаем. У нас появляются постепенно новые и новые поклонники, которые приглашают, помогают с организацией. Иногда мы сами ездим на какие-то фестивали, и там знакомимся с людьми, которые нас приглашают. Ехали сперва из Вильнюса, потом проехали через Минск и приехали в Оршу. После маленького Вильнюса, такого уютного, Минск поразил своими размерами. И мы приехали в Оршу, и я ожидала такого совсем-совсем небольшого города. А он, при том, что он вроде как небольшой, все равно здесь очень много пространства, очень много воздуха. Ну и красиво. У нас был такой опыт выступления перед чуть ли не дошколятами лет шести-семи, и перед школьниками, и перед молодежью, и возрастные люди, и средние. То есть у нас очень широкий охват. Хотя, конечно, мы, наверное, вот хотим и детей как-то приобщать к поэзии, и для старшего поколения. В общем, нам интересно все, и мы решили, что мы не ждем нашего читателя, мы сами идем к читателю. Гости из России представили в музее Владимира Короткевича лиричную программу «Солнечный остров». Сергей Леонтьев и Алина Серегина пели и читали о любви, о ласке и нежности. Я тебя приглашаю в Карелия, в звездопады над Келью рекой, там, где Хариус дружит с фарелями, а Москва далеко-далеко, доплывем мы до Белого моря. Наедимся черники с морожкой, в котелке размешаем, и счастье, и горе деревянной ложкой. И пускай обнимают нас белые ночи, отражает сосну голубая вода, дождик нашу палатку слезами промочит, будет все, как тогда. После Орши творческий дуэт «Остров» посетил столицу северного региона и фестиваль «Витебский листопад». Затем артисты выступили в Смоленске и дальше отправились в гастрольный тур по Подмосковью. Галина Башкова, Алексей Цибульский из музея Владимира Короткевича.